За время своего путешествия в двух частях The Last of Us Джоэл и Элли повидали немало ужасных вещей. Общину каннибалов, жестоких культистов, изуродованных кардицепсом людей и очень много поломанных судеб. Но в то же время творцы из Naughty Dog зачастую фокусировались не на упадке цивилизации, а на возрождении жизни. Не человеческой, а более древней, природной жизни. На реках, которые пробивают себе путь сквозь асфальтированную почву. На деревьях, которые разрывают корнями бетонные стены и отвоевывают улицы. На животных, что возвращаются туда, откуда много веков назад их прогнал человек. Всем привет! Вас занесло, надеемся, не под действием зомби-гребка, на канал Деградации Беляши. С вами Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук и Женевьева. И перед выходом ремейка первой The Last of Us мы решили разобраться, как художники Naughty Dog создавали свой разрушенный мир и в чем его уникальность. А издательство XL Media предоставило нам два очень крутых артбука по вселенной, которые помогут наглядно показать, как концепция игры эволюционировала от стандартного зомби-апокалипсиса до мира, в котором всегда продолжается жизнь. Приятного просмотра! И сразу про спойлеры. Самые критичные для сюжета моменты, вы наверняка догадываетесь какие, мы тактично опустим. А вот локации, которые посещают герои обеих игр, показать придется как следует. Но даже там постараемся не жестить и обойтись лишь самыми важными для нашего повествования пейзажами. Все в порядке? Все в порядке. Он заставляет их спускаться с привычных деревьев в места с более комфортными для гриба условиями, после чего убивает насекомых, питается их телом и в итоге выпускает споры, которые потом заражают новых жертв. Дракмана из Стрейли это описание кардицепса настолько впечатлило, что разработчики представили, а вдруг гриб мутирует так, что сможет заражать и людей. Но смотри, настоящий кардицепс уводит муравьев туда, где пониже и повлажнее. А если люди начнут себя так вести, это что значит? Зомби-апокалипсис? Ну, разумеется. Либо открытие сезона у грибников. Мало кто знает, но у Даластофас был еще один источник вдохновения, не менее важный. Книга «Мир без нас» Алана Уайзмана. В ней автор, пообщавшись с десятками ученых со всего мира, описывает, как природа будет отвоевывать себе мир, из которого внезапно пропало человечество. Не из-за ядерной войны, астероида или чего-либо еще столь же разрушительного, а просто пропало. Например, из-за смертельного вируса, поражающего только людей. Идеи Уайзмана вдохновили разработчиков создать не просто боевик про борьбу человека с зомби, или даже про борьбу человека с природой, а неспешную историю про освобождение планеты от следов цивилизации. В итоге получился «зеленый» или «эко-постапокалипсис». Хотя, конечно, саму эту концепцию придумали не в Naughty Dog. Еще в 40-х годах прошлого века писатели-фантасты экспериментировали с природным концом света. Например, эту тему поднимал Джордж Риппи Стюарт в романе «Эрфа Байтс» 49-го года и рассказывал, как из-за глобальной эпидемии человечество за пару десятков лет откатилось к земледелию, стрелам и идолопоклонничеству. В видеоиграх примеров тоже хватает. «Эко-постапокалипсис» можно увидеть в «Энслейвд», «Дилогии Хорайзен» и отчасти в «Эликс». Но все это более-менее фантастические миры с роботами и магией, а в «The Last of Us» сеттинг более приземленный, иногда пугающе приземленный. Художники из Naughty Dog относились к каждой локации в обеих частях в «The Last of Us» как к полноценному персонажу со своим характером и целью. Например, когда в первой игре герои выбираются из недружелюбной бостонской карантинной зоны в более спокойный пригород, малоэтажная застройка и более открытые пространства призваны напомнить игроку об уюте и спокойствии прежнего мира. А в начале второй части, когда Элли впервые прибывает в Сиэтл, разработчики отражают ее растерянность буквально, с помощью огромной локации, на которой легко потеряться. Работать над подобными разрушенными уровнями студии было не впервой. Еще для серии Uncharted художники изучали, как разрушаются и зарастают джунглями древние храмы. Для «The Last of Us» потребовалась более дотошная подготовка. Так, авторы много времени уделили отрисовке естественного освещения, так как в мире игры почти нет искусственных источников света. А для второй части художники регулярно ездили в Сиэтл, чтобы изучить местную флору, архитектуру и правильно воссоздать их красоту. Мы не оговорились. Именно красоту. На контрасте былого величия, новой разрухи и природы. Конечно, в самом начале эпидемии кордицепса мир «The Last of Us» наверняка выглядел не очень привлекательно. Усеянные трупами улицы, сгоревшие остовы машин, разграбленные мародерами здания. Но за 20 внутриигровых лет, прошедших перед основным действием первой части, пейзажи изменились. Разруха и хаос скрылись под водой и растительностью, а местами и вовсе превратились в идиллическое зеленое полотно, на котором единственные яркие пятна — это бледно-красные грибницы кордицепса, выросшие из тел зараженных. Подожди, споры. Да, чего только люди не натворят под воздействием грибов. Ты про зомби? Я про художников. Итак, перенесемся в самое начало игровой хронологии. Сентябрь 2013 года. В Южной Америке мутировавший кордицепс заражает сельскохозяйственные культуры, а вскоре и первых людей, которые потребляют их в пищу. Вместе с экспортированным зерном гриб быстро добирается до других частей света. В конце месяца больницы по всему миру уже переполнены пациентами, жалующимися на кровотечение и головную боль. Но врачи не знают, как им помочь. Власти изучают, связан ли рост заболеваемости со странной плесенью в продуктах, завезенных из Южной Америки. А продовольственные компании отзывают свои товары. Спустя пару дней кордицепс окончательно захватывает нервную систему зараженных, превращая их в агрессивных зомби. Сначала под удар попадают больницы и поселения вокруг них, но разрушения в первый день конца света минимальные. Где-то взорвется заправка, где-то рухнут строительные леса. Но это не воздействие природы, а следствие человеческой паники и нападений зараженных. Проходит неделя. В городах закрываются здания социальной инфраструктуры. Школы, банки, магазины и музеи. Вместо них строятся блокпосты военных, которые пытаются сдержать распространение кордицепса. Тогда же появляются и первые заброшенные города. В них еще остались здоровые люди, но местные власти и городские службы уже прекратили работу. Без присмотра и обслуживания одна за другой отключаются электростанции, погружая целые районы во тьму, заодно прерывая работу многих автоматических систем. Но это станет заметно гораздо позже. Через месяц человечество уже полностью понимает масштаб катастрофы. Почти все страны мира вводят военное положение и создают специальные подразделения для борьбы с инфекцией кордицепса. Но даже армия не всесильна. Поэтому основное внимание уделяется обороне еще не пострадавших городов, а не отвоевыванию зараженной территории. В уже заброшенных городах обстановка становится хуже. Многие помещения до сих пор используются выжившими в качестве временных или постоянных убежищ. Но их постепенно разоряют. Не только мародеры и инфицированные, но и природа. Сильнее других страдают миллионники с метрополитеном, ведь он очень уязвим перед затоплением. Грунтовые воды и стекающая по вентиляции дождевая вода постоянно пытаются подтопить тоннели. И единственное, что их останавливает – насосы, откачивающие воду в канализацию. Но без регулярной чистки ее трубы быстро засорятся. Дожди забьют их листвой, пластиком и другим мусором. К тому же, во многих городах по всему миру, как в Нью-Йорке или Лондоне, система метро строилась уже после канализации, а значит, ниже сливных труб. В Киеве и Санкт-Петербурге станции закопаны еще глубже из-за протекающих над ними Днепра и Невы. Все это означает, что насосам приходится работать на износ, выкачивая воду вверх. Без необходимого обслуживания или из-за отключения электроэнергии они сдадутся очень быстро. После чего вода в тоннелях начнет пребывать с такой скоростью, что через несколько дней может затопить всю систему метро. Спустя несколько месяцев около 60% населения Земли либо мертвы, либо заражены кардицепсом. Власти останавливают попытки вытащить людей из самых пострадавших городов и сосредотачиваются на обороне карантинных зон, изолированных от инфекции территорий, где военные собирают последних выживших. Жизнь в таких поселениях еще похожа на знакомый нам мир. Функционируют городские службы, люди ходят на работу, где-то даже печатаются газеты. Но по другую сторону высоких бетонных стен царит хаос. Если внутри карантинных зон военные не пропускают ни инфекцию, ни инакомыслие, ни ростки новой природы, то снаружи все стремительно покрывается растительностью. Даже руины зданий, которые власти разбомбили, чтобы помешать зараженным забраться на ограды. Подходит к концу первый год после начала эпидемии. В небольших поселениях, где еще оставались здоровые люди, заканчивается продовольствие. Выжившие либо охотятся на дичь, либо чаще. Покидают убежище в поисках нового укрытия. Заброшенных городов становится больше. После первой же весны здания, тротуары и асфальт покрываются трещинами. В умеренном климате температура в феврале-марте скачет из плюса в минус около 40 раз за месяц. Постоянно тающая и замерзающая вода медленно разрушает материалы. А в трещины попадают семена сорняков и деревьев, которые, прорастая, разрушают город еще сильнее. В наибольшей опасности оказываются города возле плотин. Оставленные без персонала дамбы уже давно дали течь. И во время первого серьезного потопа вода забирается в трещины по всему городу. Через три года после катастрофы прорываются оставленные без обслуживания трубы, в том числе и внутри домов. Малоэтажная застройка сдается первой. Ее сильно подтачивают пробравшиеся внутрь термиты и мыши. Производители современных крыш дают на свой продукт гарантию в несколько десятков лет. Но она не распространяется на технические отверстия, такие как дымоход, где и будет первая протечка. Из дымохода вода попадает в потолочные перекрытия, которые, конечно же, обработаны водоупорным лаком. Но влага пробирается там, где в древесину вбиты гвозди и вкручены шурупы. Да и настоящей древесины там, скорее всего, немного. Сейчас чаще используют более дешевую фанеру, которая из-за влажности быстро расслоится. В стыках между стенами и крышей появляются щели. Гвозди ржавеют, а их хватка ослабевает. Давление на всю конструкцию увеличивается, а потом из-за него лопаются оконные стекла, пропуская внутрь дождь и плесень. В то же время высоко над ветшающими домами Международная космическая станция, оставшаяся без управления и ресурсов Земли, медленно отклоняется от курса. Скоро она войдет в атмосферу и быстро сгорит, а вместе с ней сгорят все планы человечества по освоению космоса. Десять лет после конца света. Многие карантинные зоны опустошены. В каких-то закончилось продовольствие, в других уставший от тирании военных народ поднял восстание. Третьи пали под натиском зараженных. Стены, которые еще недавно считались последним оплотом цивилизации, зарастают лишаями, а здание за ними плющом, который за долгие годы успел добраться до самых верхних этажей. На улицах растут деревья, выломавшие корнями целые куски асфальта. Эти же корни пробираются к фундаментам и подвалам, многие из которых уже и так потоплены из-за забившейся канализации. В таком состоянии не каждый фундамент может выдержать вес целого здания. Скоро начинают падать небоскребы, которые из-за своей высоты более уязвимы перед сильным ветром. В то же время другие подземные помещения остаются нетронутыми, если забыть про вездесущую плесень. Речь о банковских хранилищах, рассчитанных на самые разные угрозы, в том числе и природного характера. А вот музейные хранилища оказываются не настолько долговечными. Без электричества и контроля климата в них быстро пробираются насекомые, плесень и грибки, питающиеся масляной краской на картинах. В конце концов, сохранятся только бронзовые и керамические предметы искусства. Что поделать? Деньги человечество защищает лучше, чем культуру. Еще через 10 лет начинаются основные события первой The Last of Us. Карантинных зон в стране почти не осталось, зато появляются новые общины. Стремящиеся выжить люди сбиваются в группы и либо пытаются воссоздать знакомый уклад жизни, либо изобретают новый, менее приемлемый с моральной точки зрения. Таким общинам приходится буквально отвоевывать себе территорию у природы. За 20 лет фермы превратились в густые рощи, грунтовые дороги – в луга, а аккуратные парки с прудами и каналами – в опасные болота. Впрочем, зачастую секрет выживания оказывается не в борьбе, а в сотрудничестве с природой. Например, в мире игры есть городок Джексон, расположенный недалеко от заросшей мхом гидроэлектростанции. Горожане здесь поддерживают работу дамбы, несмотря на бушующую реку, развивают фермы на плодородной земле, как следует ремонтируют обветшавшие дома. Они просто прибивают подпорки на скорую руку. И усилия оправдывают себя. Жизнь в Джексоне не так уж сильно отличается от обычного американского пригорода до эпидемии. В то же время все менее пригодными для жизни становятся большие города, которые оказались буквально между огнем и водой. Многие громотводы за два десятилетия заржавели, согнулись или рухнули, поэтому молнии начинают бить прямо в крыши домов. Если те загорятся, то огонь быстро спустится на этажи ниже, дойдет до офисных помещений со стопками никому не нужных бумаг и разгорится гораздо сильнее. Если в здании остался работающий газопровод, то он взорвется, и все строение быстро сгорит дотла. Многими этажами ниже город почти захватила вода. Скрытые под асфальтом трубы и тоннели метро прохудились настолько, что текущие по ним потоки вовсю размывают почву. Из-за наглухо забитой канализации в воде некуда уходить. Она постепенно добирается до стальных колонн, поддерживающих подземные коммуникации, и рано или поздно те сгибаются. Вслед за ними проседают целые улицы, а местами и полностью проваливаются, превращаясь в бушующие реки. Вдоль этих новых рек зарастают берега, и вот уже то, что совсем недавно было переулком или проспектом, превращается в лесной ручей. Посмотрите на эту беду. А ведь даже красиво по-своему, романтично. Ну, я про вот это. Сочетание разрушенных зданий и природы. Это «Коровник» с борщевиком. Официальная история «The Last of Us» заканчивается в 2039 году. Через 26 лет после конца знакомой цивилизации. Мы, конечно, не знаем, решит ли Нил Дракман продолжать историю этого мира. Но все равно можем представить, что ждет эту вселенную в дальнейшем. Заканчивается первое столетие после конца света. Заброшенные и заросшие здания превратились в такой же естественный элемент дикой природы, как овраг или упавшее дерево. Фонарные столбы настолько покрылись мхом и плещом, что больше напоминают стволы деревьев, чем конструкцию из металла. А улицы, которые человек веками создавал для комфортного передвижения по городу, из-за обвалов и потопов потеряли всякий комфорт. Зато неплохо держатся исторические каменные дома. В отличие от современных коробок из стали и стекла, эти еще не потеряли форму. Частные дома уже почти все сложились, словно карточные домики. Их подвалы заполнились водой и почвой, и наверняка уже вовсю прорастают новой зеленью. На месте большей части малоэтажной застройки стоят лишь дымоходы, но и они медленно разваливаются. Кирпич за кирпичом. Еще чуть-чуть, и останется только изломанная керамическая плитка, которая продержится еще много веков. Но, возможно, обгорит. В редких нетронутых мародерами автомобилях и подстанциях из проржавевших топливных баков вытекает топливо. Любая ударившая рядом молния приведет к пожарам и новым разрушениям. Спустя еще пару столетий из канализационных люков в крупных городах уже растут полноценные леса. Трубы забились компостом настолько, что превратились в плодородную почву. Последние небоскребы, не сдавшиеся ни ветру, ни потопам, рушатся под весом своих же проржавевших балок. Бетонная крошка, оставшаяся на месте зданий, смешивается с принесенным ветром песком и образует идеальную среду для пород, предпочитающих менее кислотный грунт. Например, березы или облепихи. Где-то в этих лесах виднеются последние мосты. Да, местами они погнулись, их соединения разошлись из-за птичьего помета, который отлично разъедает металл. Но почти все стоят, а старые железнодорожные мосты могут и еще несколько веков продержаться. Столетие проходит за столетием. Остатки человечества выживают в небольших поселениях и сторонятся заброшенных мегаполисов, где в тени разрушенных зданий все еще летают споры кардицепса. Среди руин ходят самые разные животные, которых люди прежде старались держать подальше от цивилизации. От старых районов остался лишь лес. Холмистый, в тех местах, где когда-то были дома, с то и дело попадающимися в земле вилками из нержавеющей стали. Что-то больно серьезными под конец стали. Все эти предсказания – это лишь спекуляции двух блогеров. Пусть и блогеров, которые перерыли тонну материала для этого ролика. На самом деле ни эпидемия кардицепса, ни вымирание, ни еще какой-нибудь экоапокалипсис нам не грозит. Правда ведь? Юра, ты всерьез думаешь, что человечеству больше всего угрожает какой-то там зомби-гриб? Забыл, с какого гриба, например, началась внутрьигровая история Fallout? А мы напомним, что иллюстрировать конец света из The Last of Us нам очень помогли артбуки от издательства XL Media, в которых хватает как интересных комментариев от разработчиков, так и красивых, качественных иллюстраций. Некоторые прям хочется в рамочку и на стену. Кстати, XL Media не только по Last of Us артбуки выпускает. Загляните в их магазин, там можно найти также томики по мафии, призраку Цусимы и совершенно прекрасные издания по играм From Software. Спасибо еще раз издательству за предоставленные материалы, спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях, как вам ролик и что думаете о вселенной The Last of Us в целом. А также подписывайтесь на канал, смотрите другие наши ролики, они тоже очень интересные, и ставьте лайки. А можете еще на нашу телегу и группу ВК подписаться. Птица, Бусти в этот раз на тебе. Точно, Бусти. Бусти у нас тоже есть. И разные типы подписок там есть. Сможете сами выбрать, насколько мы вам нрав... Ээээ, в смысле, какой вариант вам будет комфортнее. А еще мы там делаем ранние релизы некоторых роликов и выпускаем почти непорезанные версии интервью. Жужа убежала. Жужка, ты куда убежала? И, конечно, отмечаем всех наших дорогих меценатов. Например, Александра Черных, Амацу, Мистера Крейзи и других всех наших дорогих и любимых. Смотрите беляшей, ешьте беляши, не ешьте людей. До скорых встреч. Жужка, чё с дела?